Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует детский центр Музея Московского Кремля. Мы приглашаем вас принять участие в нашем ежегодном конкурсе елочной игрушки «Елки бы». И в этот раз он приурочен к выставке «Легенды Кремля», которая посвящена эпохе романтизма. В то время историков и искусствоведов, архитекторов и художников, музыкантов и поэтов вдохновляли дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Вы узнаете эти строки? Так Александр Сергеевич Пушкин начинает свою поэму «Руслан и Людмила». У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Пойдет, направо песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Кстати, внимательно изучая экспонаты оружейной палаты, вы сможете открыть для себя целый мир невиданных зверей. Это золотогривый лев и зоркий орел – символ государственной власти. Это верные стражи, свободолюбивый единорог и бдительный грифон. В представлении людей средневековья фантастические твари обитали повсюду. Свирепый Василиска и огнетышащий дракон перемещались по воздуху. В морях можно было встретить русалок и тритонов, морских коней гиппокампов и ужасных морских чудовищ. Древние авторы составляли богато иллюстрированные трактаты бестиарии, где подробным образом описывали фантастических тварей, места их обитания, их свойства повадки и наделяли их символическим значением. Мы предлагаем вам проявить фантазию и к наступающему празднику сделать своими руками игрушку в виде фантастического существа для своей новогодней елки, а нам прислать фотографию своей поделки, а также описание, в котором вы расскажете о своем фантастическом герое и технике, в котором вы исполнили свою работу. Ссылки на ежегодный конкурс «Елки быть» смотрите в описании.